Приветствую вас. Аня. Вы знаете, с одной стороны, вы правы. Говоря о том, что парень, близкий, родной человек оказывает поддержку. Но он, во-первых, не должен этого делать. Во-вторых, он это делает так, как умеет, как может, как хочет. Ваша, пожалуй, ответственность в том, принимаете ли вы это или нет? Ваша ответственность в том, соглашаетесь ли вы на это или нет? У вас есть, ну, что-то вроде недовольства своим мужчиной, да, своим парнем. Недовольство им за то, как он вас поддерживает. Я вас понимаю. Но в то же время вы принимаете его, таким, какой он есть. В то же время вы принимаете человека, вы словно говорите ему, окей, давай. Я буду от тебя требовать именно того, что мне нужно. Без разницы можешь ты и хочешь ли ты мне это дать. И здесь уже ваша ответственность, как вы понимаете, исключительно ваша. Не молодого человека, а именно вашу. Потому что вы принимаете своего парня с таким подходом к поддержке. Да, девушка не должна скрывать своих чувств в отношениях. И мужчина тоже не должен скрывать своих чувств в отношениях. Но мне кажется, что вы слишком гендерно воспринимаете отношения. Мне кажется, что в ваших отношениях не совсем полноценно раскрываются общечеловеческие и социальные аспекты взаимодействия. Вследствие чего мужчина вас, вероятно, не ценит. То есть у него к вам такое достаточно пренебрежительное отношение. И момент заключается в том, почему оно пренебрежительное. Скорее всего, вы где-то себя бесцениваете. Скорее всего, вы себя несколько деструктивно жалеете. Почему деструктивно? Потому что жалеть себя, в принципе, можно по-разному. И, ну, деструктивно жалостно проявляется в том, что вы считаете, что вам должны. На самом деле не должны. То есть очень важно иметь рядом тех людей, которые могут поддержать так, как вы хотите. И нести ответственность за то, что рядом с вами люди, которые вас не могут поддержать так, как вы хотите. Ну или не хотят поддерживать так, как вы хотите, например. Вот это то, что я могу вам сказать. Кроме того, очень важен все-таки аспект личностного взаимодействия, а не только гендерного. Потому что вы говорите, что девушка должна скрывать свои чувства в отношениях. То есть почему девушка? Это не совсем про девушку. Это скорее больше про человека. Вот. И вот то, что вы обижаетесь, это, конечно, чувство крайне деструктивное. Потому что получается, что вы реакцию молодого человека принимаете на свой счет. То есть а на самом деле ничего общего с вами это не имеет. То есть молодой человек реагирует так, как он реагирует. И все. Вот. То есть чувствуется некая жертвенность у вас. А чувствуется также неуверенность в ваших чувствах, переживаниях. Ну, условно говоря, вам плохо, вы проживаете как некие чувства, скажем, чувства боли, чувства потери, тоски. Мужчина говорит вам, соберись, и вас как будто это задевает. То есть как будто вы сомневаетесь в том, что можете испытывать подобные чувства. И вам нужна поддержка именно в том, чтобы вам сказали, да, да, ты права, да, ты можешь чувствовать вот так, как ты чувствуешь. Ну, это опять же про вашу уверенность в себе. Вот. Такая вот история. То есть эта проблема не с вашим парнем, не с вашим парнем. Это проблема с тем, как вы воспринимаете человека и отвечаете ли вы за свой выбор. А парень, он такой, какой он есть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова